Всем привет, с вами Бивер и Настольные Игры. Ну вот и закончились зимние праздники, это значит, что снова приходится браться за работу. Хотя, в принципе, я не сильно-то и отдыхал от работы на канале, но все же. Возвращается подкаст по настольным играм с Кикстартера, и возникает вопрос, нужен ли он вообще, потому что ребята с Geek Media, в принципе, довольно плотно взяли за вопросы по новостям, как внутри страны, то есть по России, так и зарубежным, в том числе и Кикстартера. Поэтому посмотрим, в общем, по просмотрам, а также по вашей реакции в комментариях, о том, необходим ли данный подкаст вообще. Ну что ж, сегодня у нас те настольные игры, которые сейчас есть на Кикстартере, за которые можно продонатить, и несколько тех, которые уже были, но про которые стоит, в принципе, упомянуть. В общем, не будем затягивать, как всегда, так что поехали. Nocturion. Игра с механиками Worker Placement, рассчитанная от 2 до 4 игроков в сеттинге темного фэнтези. Игроки выступают в роли могущественных правящих домов, которые пытаются выполнить свои задания и отыскать легендарные реликвии путем сбора ресурсов и найма армии, конечно же, и древних существ. Каждый с уникальными свойствами. Используя кубики для активации локаций, в зависимости от результатов и специальной карты, игроки будут стремиться набрать как можно больше очков. Ну а за арт в игре... Ну а за арт в игре, ответственным в том числе, был иллюстратор Brass, Дамьен Мамолити. Компания к данной игре уже завершилась. Rival Restaurants – это игра про сражение ресторанов от 3 до 6 игроков. По ходу игры, игроки будут выбирать локации для выполнения действий, покупать и обменивать продукты, использовать специальные карты и, конечно же, готовить, выполняя условия по картам рецептов. В игре действительно много разнообразия, начиная от уникальных свойств шеф-поваров и ресторанов, заканчивая множеством карт действий. Также в игре используется возможность одновременного выполнения действий, что сокращает даунтайм до минимума. Ну а простота правил действительно позволяет играть в нее с любой подготовкой на столках. Окончание проекта запланировано на 13 января. Surro Fenix Rising – это юбилейное издание, приуроченное к десятилетию игры Surro. Все так же игра рассчитана от 2 до 8 игроков, но теперь история игры немного иная. Древний бог украл все звезды с небосвода, а люди запускают небофонарики, чтобы осветить небосвод. И данное действие привлекает фениксов, которые летают по облакам в поисках фонарей. В данной версии игры игроки все так же выставляют тайлы на поле, перемещаясь по дорожкам и стараясь остаться на поле. Однако, кроме этого, игроки также будут и превращать фонари в звезды, и получать за них очки. И, конечно же, воскресать, как феникс, один раз за партию. Окончание проекта запланировано на 9 февраля. New Salem Second Edition – это игра от 3 до 8 игроков с механиками драфта и сбора сетов. Игроки вначале получают секретную роль, будь то ведьмы или же пуританцы. По ходу игры игроки будут простраивать новый салем, создавая панорамные здания, стараясь соответствовать предпочтениям персонажа. Причем у ведьм больше бонусов, однако их могут разоблачить по ходу партии. Кроме всего, в игре есть множество событий и карт действий, на которые игроки тратят специальные ресурсы для активации. Довольно интересная игра с неплохой комбой, механик, да и арт, как на меня, прикольно выглядит. Окончание проекта запланировано на 31 января. Suburbia Collector's Edition – это переработанная и улучшенная версия классической игры про градостроение от Теда Олспача, впервые выпущенная еще в 2019 году. В данной версии был полностью переработан арт, а также были увеличены стайлы и планшеты игроков на 20%. Кроме того, в коробке будут находиться пластиковый органайзер и деревянные маркеры, а также зигзагообразная пуля почета, наконец-то, заменена на линейная. Также в коробку включены все дополнения, что были выпущены, и несколько новых. Кроме того, для тех, кто будет производить заказ на Kickstarter, сможет выбрать набор цветов игроков, которые будут в игре, ну а сами цвета приносят в игру и различные города на планшетах. Окончание проекта запланировано на 13 февраля. TMNT Adventure City Fall Эта игра является продолжением приключений зеленых черепашек. Множество новых фигурок и специальных карт, ну и, конечно же, локаций для сражений. Но сама игра предлагает схлестнуться двум лагерям героев и, конечно же, злым парням. И игра за каждую из сторон довольно симметрична. По ходу партии действия выполняются с помощью кубов и карт, однако интересным является распределение кубов перед раундом, и каждый из героев отдает часть своих кубов соседям слева и справа. Окончание проекта запланировано на 9 февраля. Promo Paradise Интереснейший проект от The Board Game Spotlight и Board Game Exposure. И в этой компании бейкеры могут получить промки к своим любимым играм, к примеру, Champions of Midgard, Lords of Hellas, Too Many Bones, Western Legends и многое и другие. В компании есть выбор между четырьмя комплектами промок. К семейным играм, к стратегическим, три любых промки, либо же все и сразу. Гениальная и очень крутая идея. Окончание проекта запланировано на 30 января. Onimaru Кубикометательная кооперативная игра про героев в Древней Японии. Используя техники, защиты и атаки, а также уникальные возможности персонажей, игрокам предстоит бороться против мощных демонов Onimaru. В игре используются очень крутые пластиковые подставки для героев, а также кастомные кубы. По ходу партии игроки бросают кубы, и в зависимости от результатов есть возможность побороться против противников, выложив на карту нужные символы. Звучит, конечно, банальненько, однако многое здесь заключено на способностях и возможностях персонажа, и цепочной активации, ну и, конечно же, великолепный внешний вид игры. Окончание проекта запланировано 28 октября. War of the Worlds Война миров от российского автора Дениса Пластинина. Отлично оформленная дуэлька про захват Земли инопланетными захватчиками. Мне, к сожалению, попробовать ее так и не удалось, но смотря обзоры на Омай Геймс и твой игровой, действительно, игрушка вышла довольно интересная. Со сборами на кики у ребят также все хорошо, превысили заявленную сумму уже более чем 7 раз, но окончание проекта запланировано на 1 февраля. Shadow Tactics Игра, созданная по мотивам одноименной компьютерной игры, и рассчитана на двух до шести игроков, которые игроки берут под свой контроль до пяти различных героев в средневековой Японии, а также один берет на себя роль Даймио, злобного предводителя, управляющего солдатами и самураями. Shadow Tactics – это тактическая игра, в которой включено два модуля. Зима, в котором за игроками остаются следы, по которым солдаты могут вычислить их, и ночной режим, в котором будет использоваться ограниченная карта с огромным количеством бонусов. Программируя действия на своем планшете, игроки будут отвлекать стражников, атаковать их и выполнять цели миссии, ну а Даймио, конечно же, будет стремиться помешать этому, выбирая свои действия и управляя защитниками. Оформление игры просто на загляденье, так что остается лишь надеяться увидеть ее вживую. Окончание проекта запланировано на 14 февраля. AV Ghost Paranormal Investigation – это кооперативный хоррор квест, в котором игрокам предстоит решить различные задачи и разгадывать загадки, взяв на себя роль паранормальных исследователей. В игре насчитывается 6 различных историй, миссий, которые могут подарить до 30 часов геймплея. Эта игра рассчитана, как бы странно не звучало, но для игры в темноте, при помощи специального приложения, либо же при помощи фонарей и книги исследования. В начале партии игроки решают, какие гаджеты будут использоваться для поимки призраков и в каких комнатах они будут расположены. А после свет в комнате гаснет, то есть игроки ее выключают, и включают специальные фонарики на своих персонажах. Перемещаясь по комнатам, игроки будут искать предметы с помощью своих фонарей, и если предмет оказывается в свете, необходимо проверить, что дает этот предмет, запустив его в приложении. Кроме того, исследователям нужно будет искать подсказки, и именно от этих подсказок и зависит прогресс партии. Кроме того, в игре будут специальные световые фильтры, в свете которых будут проявляться различные элементы на поле. Довольно уникальная атмосферная игра выходит, но окончание проекта запланировано на 28 января. В игре игрокам предстоит возглавить команду исследователей на планете РИХ. Игроки будут управлять своей командой, представленной в игре кубиками, чтобы посещать различные части планеты для торговли, сбора ресурсов, возведения построек и исследования. В общем, евро-игра на выставление рабочих с набором очков и огромными возможностями в различных локациях. В игре также используются одновременное планирование и уникальные способности персонажей. Как утверждает Garfield Games, это первая игра в sci-fi серии, так что в будущем, думаю, мы увидим еще проекты в этой вселенной. В общем-то, окончание проекта запланировано на 30 января. Есть еще немало проектов, про которые я не сказал. К примеру, Railways of Portugal. Это новая карта Португалии для игры от Витал Лассерда и новыми механиками. Ла Станза, евро-игра про картины известных художников, которые необходимо размещать в различных комнатах особняка. Animal Kingdom, игра на контроль территории от 1 до 5 игроков. Инвейджен, игра, которая симулирует 300-летнюю историю Европы и представляет собой масштабную военную стратегию. А также дополнение к играм Люксор. Ну что ж, список получился не совсем маленький, но довольно интересный. Конечно, из всего мне очень понравилось это AV Ghost Paranormal Investigation и Shadow Tactics. Эти две игры, наверное, стоит выделить из общего списка, которые действительно меня заинтересовали, заинтриговали и я бы очень хотел бы в них сыграть. В общем, на этом все. Как всегда, ставим палец вверх, если понравилось. Подписываемся на канал, если вы этого еще не сделали. Ну и, конечно же, оставляем комментарии под видео, что же вам понравилось, ну и какие игры я еще пропустил. Любите настолки и играйте в них. Ну а с вами был Бивер и канал Бивер Геймс. Еще услышемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова